Всем привет! С вами Светлана Бугела и сегодня вас ждет очередной видеоподарок. Сегодня я выкладываю третью часть видеопрезентации Богдана Зубченко, известного украинского парфюмера, которую он проводил нам на лидерской конференции в этом году. И вы сразу же спросите, почему выходит третья часть без второй, а я вам отвечу, потому что вторая часть посвящена презентации нового аромата All So Cute. А так как в украинском отделении его еще нет и лидерское спецпредложение будет доступно в продаже только с 1 апреля, я хочу вдоволь насладиться этим ароматом, прочувствовать его на себе, поделиться во второй части этого видео своими эмоциями и впечатлениями. Я думаю, что вам интересно также слушать то, как я отношусь к тому или иному продукту. А тот факт, что мы все с вами находимся в состоянии презентации аромата, потому что у нас во всем мире вышла новая коллекция, и вы знаете, то, о чем рассказывал Богдан Зубченко в презентации и этапах продаж, можно применять ко всем нашим продуктам. И вот, например, такое замечательное, интригующее слово, как, например, альфакторная диагностика, или, например, сканинг клиента, или создание атмосферы, или правильный тестинг аромата. Это все одно такие, знаете, креативные выражения, которые он применял в своей презентации. Я думаю, что вам будет очень многому чему у него поучиться. Я очень люблю учиться у таких великих профессионалов. И вы знаете, это видео, мне кажется, повысит статус, рейтинг, престиж нашей компании в целом в глазах наших клиентов. Только исходя из того факта, что вы повысите свой профессионализм, посмотрев это видео. Мне очень хочется узнать, понравилось ли вам то, что вы услышали. Смотрели ли вы первую часть, если вы не смотрели, я обязательно оставлю ссылку в описании. И я надеюсь, что вы обязательно попробуйте повторить то, чему Богдан учит в своей презентации. Итак, приятного просмотра! И теперь, когда мы прошли как бы все этапы классификации аромата Мэри Кэй, когда мы понимаем, какие ноты нам нужно обращать внимание для того, чтобы определенным образом выделить ту или иную группу, что с этим всем делать? Я сегодня очень много раз употреблял словосочетание парфюмерный гардероб. И, конечно же, я должен рассказать о том, что это такое. И каким образом сделать так, чтобы ваши клиенты нуждались в том, чтобы вы их консультировали как парфюмерные стилисты и создали им этот их личный парфюмерный гардероб. Давайте немного потренируемся. И следующий наш этап – это этапы прямых продаж. Вы знаете, все начинается с приветствия, все начинается с внешнего образа, так же, как и флакон начинается. Мы все равно все, по-своему, визуалы. Вот мы видим прекрасный новый флакон Ossipute и понимаем, что там. Нам уже идет какое-то послание. То же самое происходит и с нами, когда мы несем себя как парфюмерного стилиста, как человека, который есть проводник в мир аромата. И огромное значение имеет та атмосфера, которую вы создаете на этапе знакомства или приветствия своего постоянного клиента. Первый наш этап – это создание атмосферы. Я знаю, что вы работаете очень по-разному, что вы встречаетесь с клиентами и в кафе, и в офисе, и приходите в гости к клиентам. Каждый раз это создает определенные свои условия. Но вы каждый раз должны создать определенную атмосферу. И начинается она с того, что, когда мы говорим об ароматах, мы все-таки говорим немного об искусстве, мы говорим о тайнах, мы говорим о женственности, и хотим, чтобы каждый этап узнавания аромата превратился в удовольствие. Потому что, в принципе, духи ведь – ненужная вещь. Правда? Но это же не вещь первой необходимости. Значит, когда мы говорим о парфюмерии, мы говорим о роскоши и о удовольствии. Поэтому очень хочется, чтобы каждый этап презентации создавал эту атмосферу, и это было очень желанно и ассоциировалось с какими-то чувственными радостями. Как можно показать аромат? Например, ароматы можно загодя нанести в бокалы, винные или коньячные, положив туда сердечки фирменные, америкеевские, нанести эти ароматы на эти тканевые блоттеры. Придумайте вариант с веерами. Они могут быть и тоже в виде сердец, а потом в этот блоттер отдадите клиенту. То есть, понимаете, мне бы очень хотелось, чтобы вы начали себя позиционировать как личное позиционирование консультанта. У каждого может появиться, как говорят сейчас, своя фишка. Найдите ее. Также я хотел бы обратить внимание еще вот на такую вещь. Создание атмосферы – это, и когда я говорю о чувственных каких-то радостях, об удовольствиях, потому что все-таки вдыхание аромата часто ассоциируется с, может быть, вкушением пищи. Поэтому мы во время презентации можем пить шампанское, очень рекомендую, очень помогает продажам, кофе, который великолепно оттеняет запах парфюма, аромат, композиции. Можно также использовать какие-то напитки, которые будут подчеркивать ноты, входящие в состав ароматов. Почему я так акцентировал на этом внимание, в том числе. И не забывайте также просто про стакан чистой воды. Потому что все-таки в идеале следует не кофе давать в зернах, понюхать, который просто отвлекает наше обоняние, но на самом деле еще больше его нагружает. А лучше дать крепить чистой воды. Это и для кожи полезно, и вообще. И таким образом, как бы, помогает очистить свое обоняние, и вы, и ваш клиент снова готов воспринимать новый аромат. Для создания атмосферы, конечно, очень важна музыка, если вы можете позволить ее включить на свой вкус. Для создания атмосферы необходим определенный свет. Ароматы лучше воспринимаются в ярком свете. Но порой, если мы будем говорить об ароматах восточной группы, например, может быть, это приглушенный свет. В общем, попробуйте сделать так, чтобы ваша презентация была в меру, но театральной. Пусть это будет удовольствие и сказка. Чтобы человек действительно почувствовал себя гурманом и был в центре вашего внимания. Итак, следующий наш кадр – это почувствовать клиента. Мы об этом поговорим. И переходим к очень важному моменту. Определить его потребности. Зачем? А вообще, зачем ему духи? Понимаете? Это очень важный момент, потому что одно перечисление нот. Но это ноты очень важно знать. Но суть не в том, чтобы просто как бы высубрить эти ноты. А суть в том, чтобы понимать, для чего парфюм этой женщине или этого мужчине. Одна и та же нота может звучать совершенно по-разному. Вот не зря я акцентировал внимание на большую группу цветочно-фруктовых женской классификации. И в мужской у нас есть фужеры. Они очень разные. То есть и там, и там может быть папоротниковая нота, как в мужских ароматах. Но один аромат мы ощущаем как casual аромат. То есть, скорее всего, он подойдет человеку в качестве делового. И тут мы подходим к вопросу парфюмерного гардероба. Или же в качестве нужен какой-то более сильный, сдержанный тот, который будет подчеркивать его деловые качества. Одним словом, это всегда определение потребности через стиль жизни. Попробуйте понять, что нужно человеку. Какие вопросы ему можно задать. Вы знаете, для того, чтобы начать, допустим, разговор с женщиной, я иногда просто говорю ни о чем. Я вам честно говорю. Просто вот просто о весне, так о весне. Какие цветы вы любите? Вы любите молочный или черный шоколад? Какой у вас любимый напиток? И так далее. Все эти вопросы дадут вам уже первые зацепки, чтобы понять вкус клиента и его темперамент. И вот этот вот процесс и начинает то, что мы называем сканинг клиента и альфакторная диагностика. Вообще сканинг клиента начинается с того, что мы, конечно, тоже, так же и он нас оценивает, так же и мы оцениваем клиента, пытаемся понять, что перед нами за человек. Но если говорить, мы понимаем, что есть люди, которые разные по темпераменту, то есть холерики, сангвиники, меланхолики и так далее. Но что для нас очень важно, это определить, насколько человек готов вас сольжать. Это очень важно для продажи. Есть понятие горячего-холодного клиента. Горячий – это тот, который может быть ваш постоянный клиент. Он уже интересуется и, в принципе, с ним легко работать. Но не забывайте о том, что любой горячий клиент всегда станет холодным. Это… и вы снова начинаете все сначала, поэтому расслабляться некогда. И… но для того, чтобы понять, каким образом сделать, перевести, особенно если это новый клиент, из холодного перевести его горячего состояния, нужно понять, кто он по типу восприятия. Это тоже очень важно и для создания атмосферы, которую можно корректировать по ходу презентации. Есть визуалы, их большинство, люди, воспринимающие визуальные образы. Есть аудиалы, которые вас очень активно слушают. Когда вы говорите, вот вы заметьте, просто люди часто наклоняют голову. Они, может быть, не всегда с вами в зрительном контакте, они вас слушают. Среди аудиалов очень много женщин. Женщины, да, любят ушами. Они слушают. Очень важен тембр. Очень важно, что вы говорите. И есть кинестетики. То есть люди, для которых важны ощущения. Если вы видите, что человек не только посмотрел и сказал, ах, какой там классный флакон, какая красота, но еще есть и наносим на кожу. Потому что без этого настоящего тестинга просто не может быть. И вот мы приходим к понятию тестинг. Это все те манипуляции, которые вы совершаете, показывая ароматы. Я уже немного сказал в начале о том, что, когда говорил об атмосфере, которую вы создаете во время презентации, каким образом вы показываете аромат. Очень важно, я попробую вам показать. Очень важно. Кстати, я снова наигонку нанесу, она мне так нравится. Я всегда уделяю большое внимание даже тому, как правильно держать колпачок. Попробуйте поиграть со всеми флаконами, как можно красиво открыть тот или иной флакон. Если вы работаете с блоттером, вы можете держать блоттер в одной руке. Этой же рукой открываете и наносите. Можно распылить воздух. Если у вас веер, который вы придумали, вы наносите его вот так вот на веер. И предлагаете вдохнуть аромат клиента. Если вы загодя нанесли ароматы в специально подготовленные бокалы, вы предлагаете это тестировать из этих бокалов, но помятуя о том, что очень важно уследить всю последовательность раскрытия нот. Поэтому, если вы заранее нанесли, конечно, уже эстеридетом не будет. Поэтому, возможно, аромат придется обновить непосредственно перед презентацией. Или сделать еще умнее, еще тоньше. Нанесите его дважды. Когда вы обновите аромат во втором бокале, клиент услышит начальные ноты. И вы тут же предложите его в раскрытом состоянии. И таким образом вы, во-первых, сокращаете количество времени на тестинг. И даете человеку полное представление. Скорее всего, он уже захочет нанести аромат на кожу. На себя, на движение. Также очень важный момент по поводу грамотного тестинга. Это как мы движемся. Как мы вот этот вот грамотный тестинг проводим. И в то же время, что мы говорим. И как мы говорим. Помните, я уже как-то на это обращал внимание. Но очень важен слаларь, которым мы пользуемся. У нас не коробочка, а футляр. У нас не бутылочка, а флакон. У нас парфюмерная композиция. У нас не запах, а аромат. Потому что запахи – это все, что пахнет. Аромат – это только прекрасный запах. Аранжированный запах. Поэтому все эти элементы, конечно, чрезвычайно важны. И наш следующий этап – это выбор аромата, как этап формирования парфюмерного гардероба. Вот здесь еще я акцент сделаю на том, что же такое парфюмерный гардероб. Парфюмерный гардероб – это ароматы, которые селектированы по принципу альфакторной пирамиды. Это мы уже сегодня сделали. А также по типам применения. Современный парфюмерный гардероб обязательно должен состоять из легких ароматов. Из ароматов повседневных, casual группы, ароматов деловых и вечерних, соблазнительных. Иногда эти группы могут пересекаться. Ну, например, если человек занимается какой-то творческой профессией, если он не сидит в офисе, не обязан быть в каком-то дресс-коде, то, возможно, аромат какой-то свежести – это будет его просто повседневный аромат. И, может быть, даже его деловой аромат, что не подойдет человеку, который должен быть в каких-то рамках. Поэтому это всегда достаточно такой творческий подход. Все это вам дается возможность действительно как стилисту подобрать человеку его вот какой-то индивидуальный такой набор. И здесь важно помнить, что с клиентом мы никогда не спорим. Мы даем им возможность высказаться, но мы просто подаем правильную информацию. А это всегда интересно. Вас будут слушать. И когда мы говорим, например, о том, что ароматы не обязательно должны быть мегастойкие, например, а зачем громко пахнуть утром? Зачем громко пахнуть в горах? То есть у нашего покупателя часто бывает такой синдром, когда если я уже вкладываю деньги в покупку, то аромат должен быть громким, зычен и пахнуть трое суток. Знаете, это большая ошибка. И тут мы вспоминаем о таком очень важном понятии парфюмерного гардероба, как парфюмерный этикет. Мы все с этим сталкиваемся, правда? Когда мы мучаемся, зайдя за кем-то в лифт, в транспорте, или кто-то в офисе себе позволяет излишне стойкие и громкие ароматы, и выстраиваемый парфюмерный гардероб. Правильно мы и формируем вот этот этикет. Это, собственно, та культура запаха, та культура аромата, пользование ароматами, которую мы, собственно, все и несем людям. Ну и следующий наш этап – это кросс-продажа. Я уже несколько раз об этом говорил, и просто как бы закреплю, что у нас всегда есть возможность показать ароматы в паре. Нам всегда можно предложить и подобрать женский и парный мужской аромат. Мы всегда можем составить сразу пару из, допустим, делового, дневного и восточного. Это, собственно, очень важный этап, который, я думаю, вас разбеседит. Я хочу так вот случайно как-то вот как выйдет симпровизировать. Сейчас я просто кого-то приглашу на сцену. Я хочу кому-то из вас подобрать аромат. Никто не против. Хотите, я вам подберу? Поклопайте, пожалуйста. У нас есть масса ароматов, да? Попробуем что-нибудь для вас подобрать. Какие вы любите времена года? Какой у вас самый-самый любимый сезон? Весна. 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 Люблю на пророка весна, потому что я народжена весною. Ну и при том, что все раз витает, в том числе и я. Прекрасно. А что вы любите делать весной? Ну, больше всего. Люблю спил птичок, сонечко, за которым скучаешь целую зиму. И люблю раздягнутися после холодной зимы. Прекрасно. И еще один у меня вопрос к вам. Вы... Какой у вас любимый напиток? 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 Да. Зараз первое, что на думке спала, это кава. Кава? Угу. Ну, я думаю, что вот если вот так симпровизировать, я бы предложил, наверное, все-таки вот этот аромат для вас. Вам он нравится? Так. Давайте его нанесем. Потому что он легкий, фруктовый и обладает прозрачностью и стрижностью, как ваша улыбка. Спасибо. Спасибо. Внимание вот на что. По сути дела, все это было в этапах сегодняшнего тренинга. Первое. Ноты аромата. То есть их нужно учить и знать не для того, чтобы просто, знаете, замусыливать уши клиенту, называя эти ноты. Их нужно называть только те, которые вы чувствуете, что человек их любит. И вот это психологическая зацепка для этапа продаж. Второй момент фильмы – это характер, понимаете? Это авантюрность или это мягкость, да? Потому что, видите, у нас был прекрасный пример. То есть в человеке есть и авантюрность, но желание быть более мягкое. Поэтому может быть два аромата, которому все-таки можно даже и нелюбимому найти место в своей жизни. А сезон и года. А потому что это тоже темперамент, потому что это время, когда человек наиболее расцивается, да? И, соответственно, ароматы, выстраивая парфюмерный гардероб, подбираясь с учетом сезона. Шипры любят влагу. В теплое время года нам хочется освежиться и найти, может быть, более свежий аромат. Восточные хороши и в холодное время. Но иногда бывает игра в контрастах. Если вы видите, что человек авантюрный, экстравагантный, который любит себя показать, предложите восточный аромат в качестве летнего вечернего. Скажите, а можно было бы сделать какой-то такой шаблон, в котором я поняла, что этот человек такой-то. И пойма, о, мне нужно джорни здесь предложить или какой-то другой аромат. Вот можно хотя бы какой-то так вот сузить. Потому что, во-первых, у нас нет такого опыта, как у вас. Опыт же приходит с опытом. Но мы не только продаем ароматы, мы продаем еще другое. Чтобы так упростить, чтобы мы могли этому еще и научить наших консультантов. Вот как-то можно какую-то схему такую сделать? Ну, сразу вам скажу спасибо большое за вопрос. Я попрошу. Мы обовязково разробим с Богданом какие-то певные материалы, которые допоможут вам научиться визначать. Визначально. Дякуймо. Дякуймо Богдану. Дякую.